Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, всем добрейшее утро, шалом, как меня слышно? А то я сейчас пробую с микрофоном, думаю, будет лучше слышно или не лучше. Надеюсь, что будет лучше слышно, но пока никого нет в эфире. Вернее, представьте, я начал говорить, Олег Марголин, шалом, и пошел сигнал, жых, из Рима пошел сигнал по всему миру. Пам, пошли волны такие Торы, пошли волны Торы. Слышно хорошо? Шалом, Оксана Андрющенко, всем доброе утро, Наталья Хачук, с добрым утром, шалом, Сергей Костырский, всем добрейше утро, Таля Рафальская, все, всем шалом, и Наташа Блауботертов, всем шалом, меня слышно? И мы начинаем тогда 23 главу изучать. 23 глава, мы прямо как паровоз приближаемся к окончанию книги Мишли, 31 глава, и с Божьей помощью я очень надеюсь в этом году закончить изучение Мишли, уроки закончить и издать книжку. Хочу издать книжку по этим урокам. Если вы посмотрите, внизу есть все уроки, все предыдущие главы, почти все. Было где-то 10 глав, когда я уроки проводил, но не записывал перед уроком, что я собираюсь рассказать, и после урока не записывал. И мне еще 10 глав надо будет восстановить тогда по видео урокам, то есть я готовился, но не записывал. Хорошо, сейчас у нас 23 глава, и начинается 23 глава очень прямо актуально, я думаю, актуально для каждого. Первый отрывок звучит так. Когда сядешь, кита шеф лилхом эт мошель, бин тавин эт шер ли фанеха. То есть, когда ты сядешь кушать с властителем, пойми-пойми, то есть пойми-пойми, это вдумайся-вдумайся, то есть как бы пойми осознанно. Тавин это пойми вещь из вещи, то есть включи логику свою, да, включи осознанность. Кто перед тобой? Кто перед тобой? Значит, что имеется в виду? Имеется в виду две вещи, то есть может это быть простой властелин. Простой властелин пригласил тебя, мэр города, пообедать. Бывает такое? Бывает. Или может быть тебя царь пригласил какой-нибудь пообедать, как, например, в обыкновенное чудо. Помните, был фильм, когда царь заехал в дом к семье, к волшебнику, заехал царь, и он и выиграл царя. Это первый вариант. И ты должен в этот момент быть осознанным очень сильно, понять сущность вот этого человека, царя, или мэра города сущность, или главы правительства, или любой человек, у которого есть власть, то нужно понять, что ничего просто так он не делает. Вообще ничего. То есть все, что делают эти люди, они делают для какой-то цели. Они делают чаще всего не для того, чтобы тебя покормить, а для того, чтобы что-то от тебя получить. Это если речь идет о властителях, которые имеют власть. То есть вдумайся, чего он хочет и кто он такой. Раз у него есть власть, то это опасный человек. Он в любом случае опасный. Второй вариант, о чем говорится, это властитель внутри человека. Что внутри человека управляет человеком? Это его инстинкты, его эмоции. И особенно вот эта вот эмоциональная сфера, она проявляется в вопросах питания. Эмоциональная и инстинктивная сфера. Даже первый грех Адам Решона, да, первый грех первого человека, он был совершен через то, что он покушал запрещенную еду. Еда была привлекательная для глаз, но ее нельзя было кушать. Но он ее покушал, да. Теперь, когда ты садишься кушать, и у тебя вот этот инстинкт включился, давай жрать, пойми, вдумайся, вдумайся, осознай, куда он тебя ведет. Это второе объяснение. То есть первое объяснение, внешний властитель, будь с ним осторожен. Второе значение, внутренний властитель, будь с ним осторожен. И особенно будь осторожен, если ты сел кушать, и там есть алкоголь. Потому что, когда есть алкоголь, человек полностью теряет над собой контроль. Даже Ноах, который был праведником, заслугу которого спасся весь мир, даже Ноах, когда выпил, с ним произошла страшная история, которая произошла с его сыном. С ним там мы его кастрировали, представьте, да. Вот так вот сел, называется, покушать, выпил вина, очнулся, все, нет хозяйства. Дальше. Так, что надо делать? Второй отрывок. Царь Соломон нам дает совет во втором отрывке. Написано так. Вы сам-то сатин белаэха, ну туда, где ты как бы глотаешь, им баль нефеша та. И приставь нож к своему рту, к своей глотке, если ты баль нефеш, если ты алчный человек такой, если ты не можешь с собой справляться. То есть, когда царь Соломон использует метафору, что если ты находишься в такой опасной зоне, да, вот перед тобой сидит властитель, который может при неправильном движении тебя очень сильно там повредить. Или же ты кушаешь, и ты уже тебя захватил, твой вот этот ецерара, твоя животная часть натуры, и ты уже жрешь, не останавливайся. Он говорит, лучше нож пристав к своему горлу, да, это безопаснее для тебя будет, чем отпустить вот этот свой инстинкт, который тобой управляет. Понятно, да? То есть, воздержанность в еде и воздержанность в поведении, осторожность в поведении в общении с властителями, это пока мистема первых двух отрывков. То есть, будь осознанным, будь воздержанным. Теперь третий отрывок. Третий отрывок, он звучит так. Не возжелай, возжелай матамим, это вот эти вот вкусные явства, вкусные явства, не возжелай эти вкусные явства, вкусности эти, потому что это хлеб обманчивый. Это хлеб обманчивый. Вот смотрите, если, опять же, мы идем по двум линиям. Первая линия, это тебя пригласили люди, властные люди. Вот, опять же, я сейчас в Риме и рассказывали там нам разные истории о римлянах, о тех же там кардиналах, о папах этих римских, все. Он тебя пригласит покушать, с тобой поговорит, вина подольет, а потом бах и яд. Помните этот Леонов, прям очень примечательный такой момент про древнего царя. Он говорит, у меня, давайте выпьем все, а там яд был. Так его спрашивает эта жена волшебника, говорит, а зачем же яд налили? Он говорит, а это разве я, это мои предки, у нас все цари, все предки, они так делали. Разговоришься с человеком во время трапезы, что-то ему не то скажешь, а что потом делать? Только его отравить, только отравить, все. Это если это внешний царь, а если это внутренний вот этот властитель, злое начало, так что как быть с ним? Почему это хлеб обманчивый? Так это понятно, хлеб обманчивый. Вот человек садится и начинает есть. Он ест. Человеку нужно для поддержания здоровья, для того, чтобы хорошо все функционировало. Порция еды размером с кулак, как желудок. Больше нельзя, потому что это как в костер закидывать дрова, дрова, дрова. Теперь человек, если он правильно питается, он может из там, я не знаю, дольше всего живут люди на острове Окинава в мире, японцы. Значит, что они едят? Рисо, какие-то овощи, какие-то чуть-чуть рыбки там и так далее. То есть человеку не нужно столько есть, сколько современный человек ест. А кому это нужно? Кому это нужно? Первое, это нужно злое начало. Оно на это запрограммировано, вожделение. Жрать, 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 получать удовольствие от еды. Почему хлеб это обманчивый? На втором этапе жир, ожирение, болезни нету сил. Кому еще нужно, чтобы люди много ели? Нужно продавцам еды. Потому что если я в еду положу разные вещества, которые вызывают дополнительную и жажду, и еду, ну, то есть будет хотеться кушать, я больше продам. То есть их интересует не здоровье людей, продавцов еды, их интересует больше продать. То есть все делается для того, чтобы продать. Что интересует властелина, который пригласил тебя покушать? Каждый раз разное. То есть это, мне приходит сразу пример, что когда человек приглашает, там, мужчина, какую-нибудь девушку приглашает в ресторан, и там даже ей цветы дарит, то это не значит, что он прям хочет ее покормить и украсить ее жизнь цветочками. Да, он от нее хочет что-то другое. То есть он, вот этот вот ресторан и цветочки, это только повод для того, чтобы что-то получить от девушки. Понятно, да, идея? То есть царь Соломон нас конкретно предупреждает. Вот. Вопросы питания, опасная такая сфера, относиться к ней нужно как? Осознанно. Осознанно. Понятно. Теперь дальше. Переходит он на четвертый отрывок. Допустим, человек научился справляться со своим пищевым инстинктом. Он к царям не ходит. Его мэр города пригласил. Он говорит, вы знаете, я к вам прийду, но кушать не буду. Интересно, кстати, что Пуримская вся история, история Пурима, она началась же тоже с того, что пригласили еврейских, представители общины, еврейских мудрецов, пригласили на пир, в котором царь Ахашвирош, он 180 дней устраивал гулянку, такую пьянку-гулянку. И еврейские мудрецы туда пошли и ели там некошерную еду, там то, что нельзя было есть. И когда в трактате Медила в Талмуде разбирается вопрос, почему было вот это вот взира постановление на уничтожение еврейского народа, то первый вариант был, потому что пошли представители общины и ели с царем запрещенную еду. И мы знаем же, что дальше вся вот эта вот, вся Пуримская история, она разворачивалась вокруг еды. И потом была последняя вот эта трапеза, на которую царица Эстер пригласила Ахашвироша и Амана. И как раз мы видим, что во время трапезы, она специально задумала, чтобы это было во время трапезы, как раз она спровоцировала то, что царь разгневался на Амана и приказал его убить. Вот как раз царь Соломон нам эти законы, которые тогда действовали в этой ситуации, он нам показал в притчах. Царь Соломон жил 2000, чтобы вот было всем понятно, кто может новый, не знает, кто такой царь Соломон. Царь Соломон жил 2800 лет назад. Он построил первый Иерусалимский храм 2800 лет назад. Ну, плюс-минус там 2900 даже, ближе к 2900. А все вот эти вот большие там храмы, которые в Риме здесь построены, они были построены 2000 лет назад. Там Колизей был построен 1950 лет назад. То есть царь Соломон еще за тысячу лет до Колизея в Риме, да, он построил Иерусалимский храм. То есть он был, ну, совершенно самый мудрый человек на земле. Он знал всю суть, как устроено мироздание. Он это получил мудрость от Бога. И он как раз все нам открыл. А все события, которые потом происходили, они просто хорошо объяснены, ну, они объясняются с помощью знания этих законов. Значит, еще раз. Первое, нужно взять под свой контроль свое питание. Осознанность или с внешними какими-то властителями, или когда ты сам кушаешь, и тобой двигает твое вот это вот инстинктивное быстрее. Жрать, глотать, больше, еще больше. Поел, еще давай, еще давай. В этот момент первое, нужно с этим разобраться и поставить это под свой осознанный контроль. Когда ты это сделал, дальше освобождается очень много энергии, очень много времени, очень много сил. И царь Соломон нам говорит, четвертый отрывок, куда обычно вся эта энергия направляется, в желание разбогатеть. И он нам говорит в пятом, в четвертом отрывке. Он говорит, аль тига ли ашир, он говорит, не старайся, не тигай это, не напрягайся для того, чтобы разбогатеть. Убиминетеха хадаль. И оставляя занятия мудростью. То есть он говорит так, смотри, хорошо, значит, ну, понятно, что с животными вожделениями более-менее ты справишься, да? Но потом, когда ты всю свою силу направляешь на то, чтобы разбогатеть, что у тебя останется? Богатство – это как пить соленую воду. То есть есть такое сравнение. Царь Соломон там в другом месте, он говорил, что если у тебя 100, ты хочешь 200. Если у тебя 200, ты хочешь 400. Если 400, хочешь 800. И так до конца жизни, потому что когда человек умирает, половины из того, что он хотел, нет у него в руке. То есть он говорит, это как пить соленую воду из моря. Никогда не напиваешься, чем больше у тебя есть, чем больше ты хочешь. Теперь он не был против богатства. Он свое отношение к богатству, он высказал в Каэлите, в Экклезиасте. Он сказал так. Шав ведвар казав архек мемени. Пустое и лживое отдали от меня. Все вот эти вот иллюзии, все вот эти вот сказки, что когда будет больше денег, будет прекрасно и так далее. Все пустые иллюзии отдали от меня. То есть я не хочу жить в мире иллюзий. Раш ве ошер альти тенли. Это он богу говорил. Бедность и богатство не давай мне. И трефени лэхем хути. Накорми меня законным хлебом. Человек в этом мире, он все равно должен работать. Он не может не работать. Он должен работать. Бог так сказал, когда создавал человека. Адам, Леомаль и Лад. Человек рожден для труда. Так прямо установила Тора. И он его даже первого человека в раю, он ему все равно поставил обрабатывать сад. И значит охранять его. И пока человек не попросил у бога, чтобы пошел дождь, дождь не шел. То есть человек в этом мире, есть одно из названий человека в Торе. Это хотящий, желающий. То есть у человека есть вот этот внутри механизм, пружина, желать и хотеть. Это как бы суть человека, сущность. Что бог, мы говорим, когда покушали в Беркат Амазоне, там есть такая фраза, да, в молитве после еды. Умазбия лэхоль хай рацион. И насыщающий все живое по желанию. Так вот этот перевод, который обычно пишут, и насыщающий все живое по желанию, он не совсем правильный. Есть другой вариант перевода. И насыщающий все живое желанием. То есть бог дает людям вот это вот внутреннее, то, что является сутью человека, это его желание, его хотение, его намерение. И каждый человек свое желание, хотение, намерение, он куда-то направляет. Значит, ну большинство людей живут в мире инстинктов. И они, их желание, оно только поесть, попить, полежать, отдохнуть. То есть они хотят только получать удовольствие. То есть все их желание, оно в погоне за удовольствием. Есть люди, которые берут свое вот это желание, свой рацион, свое желание, намерение, да, и они его направляют, они освободились от зависимости от еды, они освободились от зависимости от удовольствия. То есть они независимы, они не стремятся к удовольствиям. И когда они освободились от зависимости от удовольствия, они дальше, у них выбор. Или направить на создание богатства. Тогда они свободны, сильны, как ниндзи такие, камикадзе, не камикадзе, ниндзи. И они могут тогда спокойно зарабатывать. То есть у них чистая голова, и они могут зарабатывать. Потому что они могут много работать, им не надо отдыхать, они не хотят получать удовольствие. Для них удовольствие создавать. И тогда они стремятся ля-шир, разбогатеть. Но царь Соломон говорит, нет, не в этом смысл жизни. Ты должен действительно работать, изменять этот мир, что-то создавать, ты должен. Но главное-то, зачем ты сюда пришел? Это работа над своей душой. Это служение Богу, это развитие, это духовное поднятие своего духовного уровня. Учеба Торы, обучение Торы, выполнение заповедей и так далее. Это смысл жизни. Для этого был мир создан. Для того, чтобы человек внутри пробудил свою божественную сущность, которая есть в каждом, это вот эта вот божественная душа. И для того, чтобы он своей работой этот алмаз огранил при жизни, сделал ему огранку, и тогда он переходит в следующий уровень. В этом смысл как бы всего вот этого вот мероприятия создания мира. Так Бог создал мир. Поэтому говорит нам царь Соломон, передавая божественную мудрость, он говорит нам так. Так, первое, хватит жрать, по простому планету. То есть не в еде, как есть, знаете, такое выражение, одни живут, чтобы есть, другие едят, чтобы жить. Так вот, первое, начните есть, чтобы жить. То есть еда, она является только средством поддержания в хорошей физической форме тела. Это смысл еды. Второе, когда вы поставите свое вот это вот животное начало под свой контроль, да, то есть вы уже все, контролируете свои инстинкты. Второе, вы, значит, начнете, конечно, что-то создавать, зарабатывать. Он говорит, но не тратьте на это много времени, оставляя занятия мудростью. То есть должно быть на первом месте занятие мудростью, но на втором месте это зарабатывание денег. Как в Пертьевод мы учили несколько раз, что Вилоколям Рбебесхара Махтим. Не каждый, кто умножает в схаре, в торговле, он умудрится. Да, и еще там несколько мест есть, в которых он говорит, что прекрасно совмещать Яфет Алмут Тора и Мдера Херец. Прекрасно совмещать изучение Торы с работой. Но Тора идет на первом месте. Все, вот мы поняли сегодня, четыре отрывка мы выучили. Подводим итог. Итог я уже подвел. То есть на первом месте это нужно взять под свой контроль свой пищевой инстинкт и не кушать с царями. Потому что, еще раз, чем более люди обладают властью, тем более они являются, они используют всех, кто вокруг них находится. То есть любой человек, который залез на вершину какой-то пирамиды, его задача удержаться на этой пирамиде, используя всех остальных людей для того, чтобы лезть дальше на свою гору. Понятно. Поэтому если вас власть подтягивает, будьте осторожны. Власть вас подтягивает только для своей пользы. А когда ты с ними начинаешь кушать и слишком к ним приближаешься, то ты уже полностью у них на крючке, на контроле. Второе. Это главное. Это божественная мудрость. Главное. Это создавать и работать над своим духовным, своим ростом. А все остальное это второстепенно. Все, друзья. Удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, ваша духовная работа. Это обязательно. Послушал урок. Три вывода. И дальше эти выводы кому-то рассказал. То есть для того, чтобы самому запомнить, мы формируем свое мышление по стилю царя Соломона. То есть представляете, какой это кайф, когда всю вот эту вот мудрость царя Соломона, хотя бы часть из него, хотя бы там крупиночку, вставить себе в голову и принимать решение, как это делал бы царь Соломон, мудрейший из людей. Это было бы вообще круто. Все, удачи, успехов, хорошего дня, шаббат, шалом всем. Шаббат, шалом, удачи, успехов, божественных благословений во всех хороших делах. Все. Жду ваши три вывода.